Появились новые фото со съемочной площадки Джокера 2, где Леди Гага играет Харли Квинн и уже рассекает сквозь толпу полицейских. В общем, в Готэме все как всегда неспокойно. Сама Гага уверена, что это будет успех, ведь она уже, видите ли, поднабралась актерского опыта в доме Гуччи. Я уверена, что у нас все получится. О, а кто это у нас тут обманывает всех? Ну, Джаред, ну не надо. Да я шучу, она молодец. Ты тоже, спасибо. Самый богатый и старый ловелас в мире опять женится. Знаменитый миллиардер и собственник медиа империи Фокс Руперт Мерток, которого, представьте, уже 92 года никак не может успокоиться и решил сыграть уже пятую свадьбу. Кого у него только не было. И стюардесса, и журналистка, и топ-модель, а теперь вот и бывший полицейский. Ну, видимо, захотел поиграть в доброго и плохого копа. Новая девушка заявила, что их отношение это дар бога. А как вы думаете, это реальная любовь или... Кортни Кокс из сериала «Друзья», которая не так давно получила свою звезду на Голливудской аллее славы, вышла на санитарный рейд. И протирала не только свою, но и звезды под рук. Дженнифер Энистон, Рис Уизерспун и Лоры Дерн. В общем, переживает человек. Хотя Дженнифер Энистон ее сразу предупреждала. Ну, ты должна смириться, что там ходят люди и своими грязными туфлями наступают туда. Я сам терпеть не могу грязные обуви. У принца Гарри большие проблемы. Западные медиа пишут, что его могут лишить визы в США. Короче, договорился. В своих мемуарах и интервью он не раз заявлял, что баловался различными веществами. Вот теперь это раздули так, что за него взялись иммиграционные службы. И если его жена Меган американка, то у Гарри всего лишь просто виза, которую теперь могут не продлить или вовсе аннулировать раньше срока. Да уж, резонанс от своей книги и фильмов принц недооценил, конечно. Юристы оценили его положение как довольно-таки сложное. Ну, а что он хотел? Все, что сказал, теперь может быть использовано против него. И вообще нужно быть осторожным с заявлениями о том, что балуешься волшебными грибочками. Юниверсал Пикчерс представляет новый комедийный ужастик Ренфилд, где Николас Кейдж сыграет Дракулу. Так это реальный Дракула! Бюджет составил 86 миллионов долларов. Главный герой картины Ренфилд, приспешник графа Дракулы, мечтающий о вечной жизни. Давай я объясню, я работаю на Дракулу. Графа Дракулу? Фильм уже выходит на экраны. Если посмотрел, пиши, как тебе. Сынуля Бэкхэма Бруклин, после женитьбы на дочери миллиардера Николи Пельц, продолжает заниматься тем, чем и до этого. Ну, то есть ничем. Только ходит и раздает интервью, как он набивает новые татухи. А сколько у тебя всего татух? Ну, я точно не помню, но где-то от 80 до 100. Ну, а самое свежее – это портрет моей жены. Ну вот. Хопа! Ну что, друзья, как думаете, придется ему в жизни еще сводить эту татуху? Эври Лавин, которая недавно бросила своего рокера Моцана, продолжает зажигать с рэпером Тайга. Ее новый кавалер, судя по всему, хочет подольше задержать певицу у себя и уже подарил ей колье за 80 тысяч долларов с ее именем. Ну и как думаете, насколько ее это задержит? На недельку или две? На недельку, на вторую, я уеду, я уеду, я морова, я морова. Самая знаменитая блондинка Рис Уизерспун едва отметила свой 47-й день рождения, как тут же заявила, что разводится со своим мужем. Ну не смогли мы ужиться, ну что я сделаю? Джим Тодд, который был вовсе не звездой, а менеджером и агентом Рис, сделал ей предложение, и вместе они жили с 2011-го. Однако теперь, несмотря на развод, они заявили, что расстаются друзьями. А у вас получалось расставаться с бывшими и оставаться друзьями. Ах, вот и как с другом, да? Вот и как с другом. Ну, знаешь. На день рождения Брюса Уиллиса собрались все – его дочери, его бывшая жена Дэми Мур и нынешняя жена Эмма Хэмминг. Они спели крепкому орешку «Happy Birthday». Несмотря на прогрессирующую болезнь, Брюс выглядел вполне бодро и вел себя осознанно, что очень ободрило его фанатов. Также нынешняя жена Эмма выложила их небольшую романтическую нарезку видео. Все мы желаем Брюсу не сдаваться перед болезнью и радовать нас как можно дольше. Держись, Брюс! Соскучились по звездным судам? Слушается дело между Терри Сандерсом и Виннид Пэлтроу. На знаменитую актрису подали в суд за то, что еще в 2016-м она якобы сбила этого Терри Сандерса на лыжной трассе. Нанесла ему якобы страшные увечья, а сама смылась. Да прямо вот так вот тут столкнулись, ну вообще. Как сильно? Очень сильно, он прям вообще на спину налетел, а пришлось упасть жестко лицом. В общем, спустя много лет Терри осознал, что он сильно страдал и решил подать в суд. Теперь он требует от Гвиннид 300 тысяч долларов. Однако адвокаты Пэлтроу все отрицают. И предлагают Терри символический один доллар в виде компенсации, чтобы он наконец успокоился и признался, что это все ложь. Успокойся. У тебя есть, есть выход. Ты должен пойти и признаться сам. Селена Гомес выходит замуж? Да еще и за Джастина Бибера? Шо? Опять? Да ну, стоп. Что за бред? Это же она на съемках продолжения сериала «Убийство в одном здании» с Мартином Шортом и Стивом Мартином. Это уже третий сезон комедийного детектива, где трое соседей начинают свое расследование и записывают об этом подкаст. Кто смотрит? Напишите, как вам сериал. Гарри Поттер станет папой Дэниел Рэдклифф с 2012-го встречается с американской актрисой Эрин Дарк, которую встретил на съемках фильма «Убей своих любимых». Тогда многие говорили, что они ну слишком разные и не подходят друг другу. Но шли годы, а они все вместе. И вот уже пара подтвердила, что ждет ребенка. Ну что ж, удачи возлюбленным! Том Хэнс и его супруга Рита Вилсон – одна из самых крепких пар Голливуда. Они вместе уже 35 лет. Примечательно, что Том влюбился в свою будущую жену через экран телевизора, увидев ее в ситкоме «Семейка Брейди». Еще в 1972 году, когда ему было всего лишь 16 лет, тогда Том понял, что для того, чтобы познакомиться с Ритой, он и сам должен стать актером. Что он и сделал. И вот уже в 1984 году судьба свела их вместе на съемочной площадке комедии «Волонтеры», где Хэнс играл главную роль, а пара ему составила та самая Рита Вилсон. В 1988 году они поженились и счастливы до сих пор. Да и на ТВ видели их два раза. Первый раз на открытии звезды Рити Вилсон на Голливудской Алии Славы, а второй раз на премии «Золотой глобус» в 2020 году. Каждый раз, когда начинаю давать интервью, меня забирает муж. Вот как сейчас. Поэтому без комментариев только привета передам. Привет, Восточной Европе, Болгарии, Греции и Брюгии. На концерте Тейлор Свифт пара ее фанатов поженилась. Такое уже не впервые происходит на ивентах Тейлор. Более того, она устраивает для молодоженов минуту славы и даже дарит что-то на память. А вы бы хотели сделать предложение и сказать заветное «Да» на концерте? Мы должны были пожениться, но в день нашей свадьбы она так и не появилась. Жерар Пике после долгого молчания заявил, что пора уже прекращать эту медийную войну Шакирой и больше думать об общих детях. Напомним, у него от Шакиры двое детей. Жерар считает, что забота о детях это обязанность каждого из родителей и их нужно защищать от стресса и негатива. Также Пике заявил, что он ни о чем не жалеет и не будет тратить деньги на отбеливание своего имиджа. А будет и дальше жить так, как ему нравится. Как думаете, что ответит Шакира? Спустя три месяца после страшного инцидента со снегоходом, где актер Джереми Реннер получил многочисленные травмы и переломы, он наконец возвращается домой. Реабилитация дает свои плоды. Есть надежда на то, что еще через время Джереми вернется и на съемочную площадку. Ну а пока здоровья и удачи актеру, чтобы вернуться в форму. Для любителей спорта и в частности тенниса, Эппо подготовил фильм «Бум-бум. Мир против Бориса Беккера». Борис, как известно, стал самым юным победителем Уимблдонского турнира в 17 лет. Я сделал это! Он побеждал первых ракеток мира и стал победителем шести турниров большого шлема, двухкратным обладателем Кубка Дэвиса, олимпийским чемпионом 92-го года. Пока в итоге не завяз в скандалах и не обанкротился. Я просто на дне! Полная история знаменитого спортсмена уже скоро выйдет на экран. Криса Тора Хемсворта и его жену Эльзу Потаки захейтили после того, как они на день рождения своего 9-летнего сына окунули его лицом в торт. А как вы считаете, поздравить тортом в лицо – это старый тупой прикол? Или же всегда актуальное веселое поздравление? Селена Гомес все-таки не зря бегала на съемочной площадке в свадебном платье. Бывший участник бойс-бенда One Direction Зейн Малек, который теперь делает сольную карьеру, пригласил Селену на свидание. Пару уже видели в нью-йоркском ресторане. Говорят, что Селена сразила парнишу на повал. Здравствуй, Урина. Ну ладно. Кэндалл Дженнер передала нам привет и заявила, что уже встречается с рэпером Бэт Банни. Напомним, что Эврил Лавин встречается с рэпером Тайга, а Дуа Липа встречается с рэпером Джеком Харлоу. Девчонки, да что же вы в этих рэперах находите-то? Ой, информация обновилась, Дуа Липа уже рассталась и встречается с бывшим парнем другой поп-звезды. Это какой-то позор. Аааааа!